Всем привет, с вами Bassett и сегодня посмотрим один очень классный и увлекательный матч в компании Heroes 2. Карта называется Гамбургский порт и здесь у нас будет несколько очень таких классных переломных моментов, геройские юниты и все остальное в таком духе. Здесь появляется мой штаб за ОКВ на этом фланге, командующий у меня пока не выбран. У меня союзники это еще один ОКВшник, даже два, и один офицер обычного восточного вермахта. Противники наши в этом матче это два представителя Советского Союза и два представителя Британской Империи. На этой карте есть несколько интересных моментов, она мне безумно нравится в этой игре тем, что здесь практически не бывает однокалиточных матчей, да, то есть даже если одна команда проигрывает, у нее всегда остается какая-то возможность, какой-то, знаете, шанс на камбэк, потому что точки вот эти вот дополнительные, ресурсные с боеприпасами и с топливом, они находятся достаточно далеко. Да, и даже если команда какая-то одна отбивает и одно топливо, и второе, еще не факт, что эта команда 100% победит, потому что вот эти вот точки довольно тяжело отбивать, да, потому что очень большая дистанция между базой, между подкреплениями, и, в общем-то, именно поэтому на этой карте очень бывают классные затяжные матчи. Здесь начинается первая схватка, героем этого поединка будет мой кибрюваген, запомните его таким вот молодым, который пока еще просто переставится советской пехотой. Здесь, однако, советская армия достаточно успешно захватила свою контрольную точку, но топливо пока что находится на нашей стороне, точку мы также контрольную здесь смогли занять, и наши уже штурмовые саперы двигаются к цели. Пытается как-то советский командующий построить сейчас укрепление, у него это не получается, инженеры, конечно, подходят на помощь, там пулемет уже тянут, на левом фланге, тем временем, топливо тоже пока что ушло в наши руки, здесь британцы как-то пытаются сопротивляться, ставят свой викерс, да, там сзади советская пехота готовит баррикады на всякий случай, но МГ-42 прочно тут закрепился в этом здании, его уже скорее всего тут не выбить. Британцы решают с другой стороны пойти и, соответственно, занять наши боеприпасы, а потом, может быть, контратаковать нам в тыл, но тут пока что все хорошо. Подъезжает универсальный транспорт, кибрюваген врывается поближе, саперы тоже вступают в ближний бой сейчас, к счастью, у них штурмгиверы, но проблема в том, что с этих штурмгиверах и стрелять, видимо, не учили, да, поэтому в упор они могут попасть и в солдат, который стоит в одну линию, но, в общем-то, война, наверное, дело стрессовое, поэтому солдат просто теряет своего брата и убегает, и саперы все остаются живенькие да здоровенькие. Здесь перестрелка продолжается, кибрюваген получает первый сдоп, то у него уже 4 убийства, и он в целом уже показал свою эффективность и купил себя полностью, но, к сожалению, точку удержать не получается долго, потому что пулемет, потому что это транспорт, и все войска наши отходят постепенно домой, здесь еще один отряд фузелеров пришел на помощь, сразу же его перекрывают отряды британцы, убивают одного солдата, здесь фолькс-гренадеры тоже находятся вне позиции, но тут хотя бы проводится ремонт кибрювагенов, и скоро будет наша техника снова в строю. Слева миномет подкатили, ребята из вермахта, здесь, к тому же, МГС-42 поменял свою позицию, да поменял почему? Потому что британцы уже себе сделали вот такую минометную позицию здесь, достаточно серьезную, и уже могут по полной просто обстреливать весь этот наш фланг, да, просто и этих пулеметчиков, и минометчиков, соответственно, поэтому нужно с этим, конечно, что-то делать. Сами, смотрите, в то же время офицеры, не офицеры, точнее, саперы и командующие решают здесь вот развернуть колючую проволоку, да, чтобы было удобнее обороняться, и похоже, что пока что именно советская сторона вместе с британцем синим, желтый и синий планируют воевать именно на этом фланге, да, ну, в принципе, логично, они должны забрать топливо. Справа же зеленый и бирюзовый эту задачу выполнили на 5 с плюсом, они точку отбили, они очень проще закрепить, потому что два расчета пулемета, во-первых, потом, скорее всего, будет миномет, даже третий расчет они еще подкатывают на всякий случай, и еще один минометный расчет. У нас же ситуация тяжелая, то есть Киберваген за счет своей способности может показывать противников на карте, да, на миникарте, даже замаскированных, но проблема в том, что у нас пока нет миномета, потому что нужен сначала штаб, штаб уже выезжает, штаб скоро появится, и пока что только Киберваген может как-то поднастреливать со фланга, да, но как-то прорваться тут совсем не получится. Пулеметов много, дыма нету, и, соответственно, в атаку мы пойти просто пока не можем. Киберваген настреливает по относительно беззащитной пехоте здесь сбоку, да, вот так вот пристреливается вместе с другим Кибервагеном, своим братом оранжевым, и, в общем-то, получается хоть какие-то размены давать, хотя, конечно, точку отбить пока вариантов нет. Ну, по крайней мере, держим контрольные очки, которые, кстати, сейчас капают в пользу союзников, да, потому что союзники смогли занять позицию здесь, здесь фольк-гренадеры не могут подобраться ближе, к сожалению, но минометы бьют неплохо, да, минометы бьют очень неплохо, пошла зажигательная граната, пехота уходит назад здесь, саперы провались куда-то слева фланга, да, под минометом, дошли впритык сейчас до гренадеров, гренадеры в ближнем бою не настолько эффективны, поэтому сейчас саперы их немного перестреливают, гренадеры отступают назад, и вермахт на левом фланге теряет топливо, да, и сейчас, конечно, Ромель начинает уже нервничать, потому что у нас фактически не остается топлива на карте, да, то есть мы получаем 19 топлива, враги 26, если не захватить эту точку, это будет получать еще больше, а тот, кто обычно контролирует сразу две топливные точки, обычно становится победителем, да, потому что большой доход топлива, раньше техника, и, соответственно, раньше возможности появляются для наступления, какого-то широкомасштабного, здесь кабельлаги уступают в битву с транспортом, не получается его перестрелять, и уходит он немножечко назад на ремонт, ну и, соответственно, команда Зеленого и Бирюзова могут что-то предпринять для каких-то агрессивных действий, у нас тут только три отряда фузелеров, оранжевые прикрывают форк с гренадерами слева, его какая-то пехота пыталась пройти чуть подальше, но в итоге просто попадает под жуткий обстрел пулемета, и уходит назад, мы потеряли все топливо сейчас, и отставание идет у нас по топливным очкам на 14, да, то есть у врагов намного больше этого ценного ресурса, и, соответственно, скоро у них будет какая-то первая техника, но, по крайней мере, как я уже говорил, эта карта позволяет хотя бы держать вот эти вот точки, потому что драться за них неудобно, тут всего лишь один мост узкий, который можно, кстати, перекрыть просто колючей проволокой, какой-нибудь и поставить буквально один пулемет сюда, и одно ПТО орудие, и все будет замечательно, ну, в общем, туда даже пока никто и не направляется, саперы подходят ремонтировать уже весь простреленный кибельваген, пытаются прорваться при этом сейчас противники, у противников уже есть, конечно, минометки, я уже говорил, поэтому обстрелы существенные, и, конечно, транспортник открывает огонь по пехоте, фузелеры со своими винтовками его как бы особо не угрожают, хотя, конечно, в реальности они, наверное, могли просто попасть бы в этот тазик на голове британцев, да, и просто прострелить как-нибудь, но фузелеры на такое неспособны, слева, в общем-то, пехота держится, но прессуют, прессуют сейчас британцы с всех сторон, и саперы выбегают в ближний бой, но их подавляют пулеметным огнем, кибельваги немножко нервничать, не знают, куда стоять, в итоге разворачиваются, огнемечки подходят впритык и начинают жарить всех огнем сейчас, и, конечно, такой горячий чай немцам не нужен, нужно уходить назад сейчас, и в итоге за счет этого хорошего пулеметного гнезда придется отдавать и ключевую точку, враги захватывают три ключевые точки, это большая проблема, потому что очки будут капать очень быстро в сторону противников, и мы пока с этим сделать ничего не можем, кибельваги, конечно, пытается еще сопротивляться, держится, принимает на себя какой-то урон, прикрывает пехоту, у нас даже подкатился первый миномет с моей стороны, но этого мало, сейчас нас сильно прессуют здесь, в принципе, то же самое, неплохая контратака пошла от фольк-гренадеров, но, к сожалению, эти отряды пока не спасают ситуацию, да, потому что их подавляют пулеметным огнем сзади, кстати, украли британцы МГ-42, это лучший пулемет в игре, здесь уже, к тому же, этот миномет постоянно стреляет, и уже есть какое-то орудие, на этом фланге беда полностью, в общем-то, пришла, и приезжает даже еще и техника сейчас, бронеавтомобиль с 75-мм пушкой, и, соответственно, нужно сейчас как-то осторожно действовать, у нас тут госпиталь находится, только саперы и кибельваген, кибельваген должен уезжать, попадание по нему прошло из-за того орудия, но герой войны пытается уехать, пытается уехать от этого транспорта, еще один залп, попадание в двигатель кибельваген, потерял свой движок, но он все еще может ехать, движется за ним бронемашина, но из-за пупкина она решает отойти назад, кибельваген буквально на последнем издыхании уже, с пожаром сзади в этом двигателе уезжает кое-как, и просто эти ребята, знаете, как в песне Bon Jovi, просто Living on a Prayer, уезжают немножечко назад сейчас, да, и пытаются хоть как-то еще, знаете, отъехать на ремонт, пока все тут не взорвалось к чертям, ну, в общем-то, Ганс и Фридрик, видимо, ребята храбрые, им и так нормально, да, то есть они, скорее всего, пытаются закосплеить мем с медведем, который сел в машину и сгорел, но в итоге их, конечно же, отремонтируют. На этом фланге ситуация на момент немножко изменилась в плюс для нас, да, для команды снизу, потому что миномет помог тут в перестрелке, вроде как смог даже немножко подавить пулемет, ну, не подавить, хотя бы там одного бойца забрать, пулемет действительно сейчас начал менять свою диспозицию, но проблема в том, что топливо хоть и перехватили, но это, понятно, ненадолго, но, к счастью, уже офицер Фиолетовый начинает заниматься топливными ресурсами, да, и добавлять здесь какой-то склад, чтобы у нас был хоть какой-то приток топлива, чтобы как-то компенсировать наше отставание сейчас очень сильное, да, и за счет этих складов, которые у нас есть, можно уже хоть за счет этих запасов как-то, ну, камбэк, да, можно сказать, то есть вряд ли, конечно, это полноценный камбэк, потому что склад, как вы понимаете, тоже стоит ресурсы на самом-то деле, да, то есть 250 живой силы, это целый полноценный отряд пехоты, поэтому, да, это не бесплатно, но, с другой стороны, выбора у нас особо нет, потому что у союзников больше топлива, прорываются на этом фланге большая группа фолькс-грейдеров, и пулемет их не достает, нужно сейчас его сворачивать, стоит вступать, ну, кстати, успевает среагировать сейчас британец, он бегает, это очень хорошее наступление с этого фланга идет сейчас от немца, но попадание с миномета такое жесткое, что практически половина бойцов этого отряда погибает, кидается граната, граната заходит тоже неплохо, погибает один отряд пехоты полностью, и двигается вперед, сейчас, конечно, красный командующий, у него, кстати, есть уже первый Вурфрамен, Вурфрамен, у него, правда, пока стоит на базе, он не готов воевать, и здесь пулемет плюс Т-70 не позволяют пехоте продвинуться как-то дальше сейчас, да, поэтому шансов тут никаких нет, Т-70 просто спокойно заставляет их фолькс-грейдеров отступить, и, соответственно, на этом все вполне очевидно, точка потеряна снова, да, то есть и топлива тут не отбить, много достаточно сейчас еще сил имеется у восточного вермахта, да, то есть тут и саперы, и расчет миномета, и обычные гренадеры, вот, но он, опять-таки, я уже сказал, вкладывает сейчас больше именно в ресурсы, справа идет какой-то отряд командос, но Киберваген за счет своей способности его заметил, и эти бойцы пытаются переправиться через этот мост ползком в своих стильных шапочках, по ней стреляют фузелеры, но все-таки у них это получается, да, на этом фланге по-прежнему стреляют минометы, и Киберваген уже практически получил третью звездочку, это главный герой этого сражения, у него 7 убийств, но самое главное то, что он обнаруживает противников сейчас, да, и позволяет координировать огонь миномета, это очень важно, у нас скоро будет еще второй расчет миномета, на всякий случай, и это в этой перестрелке миномет это наш единственный способ как-то обыграть противников, кидается дымовая завеса от нас, чтобы, точнее, провести в большей степени разведку, да, командосы ждут своего часа здесь в засаде, и пока что на какое-то время битва немножко успокаивается, да, то есть противники не слишком сильно прорываются вперед, ну а мы, соответственно, не слишком сильно куда-то тоже движемся, да, то есть мы все практически сейчас в обороне, красный офицер ОКВ, обратите внимание, выбрал себе доктрину фортификации, да, то есть он понимает, что, скорее всего, уже начинается энзик, да, и, скорее всего, здесь шансов на победу у нас мало, потому что очков у нас 262, у нас нет топлива, у нас нет точек, и он уже решает просто сражаться от в обороне до конца, хотя бы, может быть, удерживать центр какой-нибудь, или вот тут вот хотя бы подходы, так сказать, да, к нашей базе уже, рядом с этими железнодорожными путями. Точку мы пытаемся отбить сейчас форк с грандерами, но пулемет расположен хорошо, сзади есть броид-распальтер, который пополняет пехоту в новом патче, да, и тут есть также медикаменты на борту, поэтому враги даже не отступают куда-то особо домой. Пулемет, конечно, сильно ранен, по нему идут хорошие залпы, там даже падает крыша уже сейчас, но, к счастью, советские бойцы тоже сделаны из камня или кирпича, да, и, как какую-то, знаете, вот этой вот крыши их не сломить, но вот второй минометный залп проходит достаточно уверенно и просто убивает трех бойцов, поэтому пулемет отходит назад на лечение. Слева начинается какая-то контратака британцев, она неудачная, потому что мы тоже развернули 1МГ-42, ну, а пулемет спокойно пополняется около бронетранспортера, и это дело достаточно быстро. Да, поэтому пролет уже не получается. Здесь панцир фузелер, и мы заходим с этого фланга, они смогли прорываться через этот маленький мостик, и, в общем-то, в перестрелке с гвардейцами у них все очень даже удачно. У них у всех есть гиверы 43, и они даже убивают отряд гвардейцев, и теперь могут забрать их пулемет ДП, но тут, к сожалению, подходит пехота противника, двигаются вперед, при этом еще вместе со стольной армией, сейчас и фолькс-гренадеры, и штурмовые саперы кидаются гранаты по расчету противника, гранаты очень хорошо заходят, все зажигается, все взрывается сейчас, да, значит пулемет орудий все-таки сможет отступить назад, у нас при этом в наличии два миномета, один Пупкин, и постоянный обстрел сейчас заставляет врага немного понервничать, но точку мы сходить не можем. На центре некоторый успех со стороны нашего командования здесь, точнее, со стороны союзников, да, однако этот успех такой, то есть временный, то есть, да, отбили точку на какой-то период, но этого все еще мало. Пупкин куда-то зашел слишком далеко от оранжевого, хотел подстрелить, наверное, транспортник, да, в итоге чуть не погибает сейчас сам, просто убегает уже в панике, и один пулемет тут сдерживает это направление, Пупкин все-таки был потерян, да, потеряли расчет этого орудия, и этот транспорт просто может спокойно, уже третьего ветеранца может спокойно расстреливать любые пулеметные расчеты, у него же хороший урон, в общем-то это самое страшное в данной ситуации, да, расчет пулемета выживает, конечно, но тем не менее. Транспортник уходит назад, это главный антигерой у нас в нашем произведении сегодня, противник Киберлеваген, он получает залп из сейчас фаоспатрона, но отступает достаточно далеко назад, чтобы выжить, да, и здесь под прикрытием огнемета все у него получается. На центре тишина, точку удостно какое-то время перехватить, здесь Киберлеваген получает уже третий звезд опыта, вот, пересылка продолжается, но пока что непонятно, кто тут, конечно, побеждает, минометы продолжают стрелять, бомбить друг друга, вот, у одного миномета 9, убийство другого 2, уже у нас только 200 очков остается, и, в общем-то, готовят, кстати, Вурфрам, он и сейчас красный офицер, да, то есть у него все к этому располагается, саперы, кстати, украли МГ-42, у гренадеров других, появляется первый Оствин сейчас у фиолетового командующего, тоже логичный выбор в данной ситуации, потому что тут все-таки, знаете, хоть какая-то техника нужна, чтобы сдерживать пехоту, чтобы отгонять противника, там, да, то есть, у нас, например, такого решения сейчас нет, то есть у нас есть, конечно, фузереры, которые пытаются сейчас захватить точку, летит авиация наша, чтобы сбросить дымовые бомбы, дым все-таки проходит, и мы пытаемся отбить эту точку, потому что времени остается все меньше и меньше, три миномета, конечно, дают о себе знать, мы за счет этого обстрела постепенно начинаем выгонять противника с своих позиций, но все-таки этого не хватает, точка на какое-то время будет снята, но команда свою же двигается с этого фланга, на центре Оствин действительно помогает, Оствин позволяет немножко откинуть вражескую пехоту, вместе с паком они могут даже потягаться с техникой, здесь какие-то подошли вперед гренадеры с МГшками, да, но слишком далеко от противника на этом фланге, хороший залп из Оствин да проходит, и по орудию, и по пулемету, шикарный просто выстрел, не из Оствин, да, точнее из Урфрамена, вот, хороший, действительно, залп от Красного, и, кстати, практически уничтожена минометная позиция. На какое-то время мы действительно замедлили наступление опоротеньков, и Оствин даже смог прорваться в центре, но все-таки этого еще не хватает, потому что здесь враги крепко держат свою точку, у них этот транспорт универсальный, у них пулемет, и у них тоже миномет, кстати, третий уровень, и подходит уже Катюша. Вот этот самый главный юнит, который должен исправить ситуацию на этом фронте, для, в общем-то, СССР, да, победа будет за нами, написано на Великой Катюше, и пошел залп, залп проходит прямо по нашим минометам, очень неприятная ситуация для нас, потому что, действительно, метка, Кюбереваген, четыре звезды, пытаются увернуться от этого залпа, снаряды падают прямо рядом с ним, но все-таки он уходит, и попадания от Катюши, в целом, были не самые успешные, да, то есть, Катюша уничтожила четырех, по-моему, человек, или трех, да, то есть, да, трех, но это было не так эффективно, панцер четыре уже, при этом, едет с моего командования, с моей стороны, и минометы продолжают свой обстрел, поэтому, ладно, Катюша тут их не спасла, и обстрел действительно хороший, потому что попадания постоянно наносят какой-то урон, враг постоянно отходит на лечение, сейчас ходят, есть, конечно, и британские санитары, и вот этот бронетранспортер с аптечками внутри, поэтому лечение у них постоянно имеется, снова полетел сейчас самолет с дымовой завесой, у нас очень мало боеприпасов, очень мало топлива, да, то есть каких-то ресурсов практически нет, но нужно уже действовать быстрее, потому что 154 очка, подъезжает панцер четыре под дымовой завесой, почему подым, потому что тут есть расчет орудия, нужно быть очень осторожным, расчет орудия открывает огонь, он видит этого панцера, поэтому панцер не слишком хорошо подъехал сюда, продолжает у нас стреливаться, однако, и, в общем-то, здесь, наверное, плохая идея была двигаться с этим панцером, но уже идут вперед сейчас остальные солдаты, остальные юниты, да, то есть пока что расчет орудия особо не попадает, но переследка с ним тут будет не очень равной, с другой стороны, еще одна дымовая завеса заходит, сейчас панцер за ней хорошо прячется, дымовые снаряды из орудия проходят, здесь пулеметный расчет подавляет наступление оранжевого, у него не получается пробоваться, но мы уничтожаем, соответственно, пулемет противника, 133 очка остается у нас, нужно поторопиться, нужно очень срочно сейчас отбивать правый фланг и быстренько приходить нам с оранжевым на помощь центру, на центре, действительно, пока ситуация тяжелая, потому что приезжает огнеметный КВ, он спокойно здесь прогонит и орудия, все остальное, действительно, немцы уходят куда-нибудь назад, подальше, просто увели все свои силы, только мы сейчас сражаемся здесь поближе, врываются сейчас сюда панцир-фузилеры, да, и кидают гранаты, и действительно, они подрались весьма неплохо, но не хватает этого наступления, не хватает противника, потеряли один расчет миномета, панцир поврежден, здесь есть какой-то Пупкин, да, то есть Киберваген, 4 звезды опыта, уже, в общем-то, верховное командование запада сидит здесь, и, собственно, отдает приказы прямо на поле боя, но подъезжает Комет, вот это самая страшная проблема, этот танк намного страшнее, чем какой-то панцир-4, да, и панцир-4, более того, вряд ли сможет пробивать этого Комета, на ближней дистанции даже, да, подходит, конечно, Пупкин, чтобы открыть огонь, но Пупкин, хоть и делает хороший зап, тут пулемет, тут и все-таки еще силы противника, очень сильно поврежден, сейчас панцир был, да, он вынужден наступить назад, кидается граната по Пупкину, Пупкин был потерян, минометы продолжают свой обстрел, постоянно стреляют по противнику, но этого становится мало, подходит Катюша поближе, залпу сейчас она будет разворачиваться и целиться, да, здесь перестереваются саперы с Командосами, но Катюша готовит к своему залпу, да, залп пошел, залп пошел прямо по минометам, и залп шикарный, минометы нужно выводить поскорее назад, обстрел попадает, пока что в основном мимо, к счастью, да, для этих минометов, но тем не менее, скоро, нет, все-таки не получается пока, не рассчитал немножечко наводчик этот залп, и в итоге, минометы отступили назад, очень даже повезло, панцир-4, должен сейчас, конечно тоже быть на ремонте, он сильно поврежден, и подходит у нас ягд панцир-оранжевый, ягд панцир-оранжевый тут может сильно помочь, потому что все-таки это техника, которая специализируется, ну что же не вражеских танков, но он как-то неосторожно тут действует, тут походит слишком близко, получает залп из Коммета, и залп одновременно еще из Орденса, да, и нужно уходить назад, нужно сделать еще один залп, но мимо, и Комет делает финальный выстрел, и уничтожает сейчас нашего охотника на танков, да, то есть это самое грустное, потому что теперь у нас кроме одного панцира ничего нет, но к счастью еще опытные расчеты орудий, живы, да, и враг потянул много пушек, фузелеры пытаются прорваться сейчас, под обстрелом Т-34, под СМ пулемета, но хорошее прикрытие сменетов, сзади, справа точно подходят фолькс-гренадеры, которые нападают сюда на этот расчет, и удалось сейчас уничтожить этот расчет, соответственно прорваться на центр, дымовые завесы проходят, чтобы прикрыть наступление, очень хорошо прорывается пехота, захватывает даже ребята ЗИС-3 сейчас, чтобы можно было открыть огонь по вражеской технике, панцир подъезжает, немножечко битый, но все-таки еще может участвовать в их действиях, расчет пулемета подходит также поближе, панцир идет и будет целиться в дым, скорее всего залп в дым проходит, убивает одного сапера, но в основном не очень эффективно, здесь начинается обстрел артиллерии, поэтому нам нужно быть тоже очень осторожным, минометы действительно хорошо, панцир, фузелеры, потеряли один из отрядов сейчас, да, то есть докладывают нам о том, что один отряд был полностью уничтожен, на левом фланге все сжигает, сейчас там один, нет, уже не сжигает, но по крайней мере здесь был один Комет, который атаковал позиции, да, здесь есть Типак, есть в общем-то один, не панцир, ракетинверфер, да, здесь панцир выступает в схватку с Кометом, это самое главное сражение на этом фланге, да, потому что без панцира будет очень тяжело держаться, панцир уходит назад, кидается граната из Комета, прямо по орудию, орудие уничтожено, но Комет решает преследовать сейчас этого панцира, спанцир делает ответный залп, да, залп проходит, при этом Комет попадает в стену, здесь еще есть ребята с панцирами, которые открывают огонь, поэтому Комету, Комет уходит назад сейчас, и будет пока что жить, пулеметный расчет, зато был уничтожен, неприятно, но тем не менее Комет в порядке, Комет уходит назад, сейчас будет правда залп еще один из панцирка, Комет сильно подбит, но он живой, он уходит назад, панцир ускоряется, и панцир будет целиться прямо по вражескому танку, залп проходит идеально, комет уничтожен, и это очень хороший размен для нашей команды, И сейчас панцерфузелёры врываются сзади. Обстрел с минометов продолжается. Тэшка пока аккуратно не рискует двигаться. У него 12 убийств. А на самом деле я сделал уже очень много разной работы на этом участке фронта. 48 очков осталось только. При этом у нас нужно поторапливаться. Нужно с этим делать. Иначе будет точно поражение. Сжигает здесь все. При этом сейчас КВ-8 ничего с ним не может сделать наш Оствин. Но сейчас будет готов ПАК-43. Огромное стационарное орудие. Делается и делает свой первый залп. Уничтожает КВ-8. Едва родилась и уже уничтожила вражеский танк. Получает пятую звезду и террасу Кюбер-Ваген. Самый опытный ютв в этом матче. И Катюша попадает сейчас по минометам. И Катюша попадает по панцеру. И уничтожает панцер-4. Вот так вот неожиданно. То есть два выстрела этого были плохие. Но этот выстрел был прямо в яблочку. Потому что уничтожил и танк мой. И расчет орудия. И это очень причемлено. Но у нас появляется аргумент. Да, оружие очень интересное. С таким вот очень интересным потенциалом для штурма укреплений противника. Кажется, что вроде как тут все-таки какие-то бомбы непротивотанковые. Но главное, конечно, не размер, не длина пушки. А то, как будет сейчас пользоваться мой союзник этим орудием. Пошлет сейчас залп. Скорее всего, первый залп. Влетает контузия сразу на этом фланге. Штурм Тигр замечательно. Наносит какой-то вот такой урон на левом фронте. Но, к сожалению, этого мало. То есть, хоть и зал был хороший. Но просто немножко попугало скорее противника. И начинается тут перезарядка. Штурм Тигр в этот момент, конечно, сильный уязвим. Потому что нужно выходить и снаряд класть снаружи. Вот так вот, да. Тут как-то подавать его. Сложная система перезарядки, на самом деле. У этого танка была, да. Скорее у этого, знаете, осадного вездехода. Но, соответственно, после перезарядки ему будет очень страшно и эффективно. Потому что тут сможет еще один такой залп где-то устроить сейчас на центре. И тем временем враги снова отбивают точку сейчас. И у нас большие проблемы с очками, как всегда, да. То есть, нужно с этим что-то сделать. Попадание тут фольксгранадеров. Фольксгранадеры погибают от гранат командусов. Командосы очень довольны тем фактом. Убегают домой делиться радостными новостями. И, действительно, британцы и советское командование пока показывают очень хорошую командную работу сейчас. На правом фланге, правда, конечно, ребята, мне кажется, чуть-чуть лучше справляются. У них позиция все-таки более крепко держится. И постоянный обстрел сейчас пошел еще из Лэнд Матриса. Теперь не только Катюша, но и Лэнд Матрис. Лэнд Матрис убивает 7 человек сейчас. Пулеметы наши еще держатся, конечно. Мы на какое-то время можем сейчас не давать противнику занимать точку. Но все-таки 37 очков это очень мало сейчас. Пантера появляется теперь у меня. И с Пантерой уже, конечно, наступление должно быть более уверенным и более сильным. Ну, Пантера целится по вражескому автомобилю. Сейчас будет делать свой залп, скорее всего, Штурмтигр. Штурмтигр целится. Штурмтигр дает залп. И снова контузия. Но, опять же, не так уж эффективно. Да, на этом фланге командосы стопы дошли поближе. Командосы убивают. Пулеметные расчеты без проблем на ближней дистанции. Мы теряем позицию все больше и больше. У нас, у меня остается только один миномет сейчас у союзника. Ситуация тоже примерно такая же. Врывается Тэшка. Тэшка пытается отронить Пантеру. Не хватает скорости немножко у этого Т-34. И двигатель вышел из строя. Такого разгона. Правда, еще заказывается помощь в виде авиации какой-то. Да, авиация, правда, не может тут особо работать. Да, бомбы зашли как бы хорошо. Но мимо, к сожалению. Если бы Пантеру контузия, действительно, была бы такая ситуация успешная. Пантера пытается пробить через стену Тэшку. Здесь Комет контролирует центр. У нас остается 21 очко сейчас, да. Здесь залп из Пантера проходит успешно. Киберлоген на пяти звездах. Очень быстрый, очень маневренный. С эффективным пулеметом, который подавляет пехоту. Пытается ворваться как-то сейчас на центр и спасти ситуацию. Здесь форс-гранадеры зашли с тыла и раскидали гранаты. Но какой ценой. Возможно, эти бойцы навсегда останутся в памяти. Но, скорее всего, они просто погибнут здесь. Да, и для нашей команды это было важно. Важно, потому что в этот момент Киберлоген заехал на центр в наглую, чтобы захватить точку, он получает залп из Комета, но переживает этот залп. И Киберлоген ходит чуть-чуть назад. И Пантера подходит наоборот вперед. В то же время нам удалось захватить центр. Союзники захватили, точнее, центр. Пантера мая держится. Пошла дымовая завеса. Киберлоген очень поврежден, но он пытается захватить точку. 16 очков осталось у нас Киберлоген. Под дымовой завесой начинает захватывать точку. Это дико важно, потому что если точку не захватить, если враг захватит ее первым, то мы точно потерпим поражение в этом матче. Подъезжает сюда сейчас Су-85. Су-85 будет целиться. Целиться она, скорее всего, будет прямо по Киберлогену. Киберлоген захватывает эту точку. Нужно уезжать, нужно сдавать назад. И у него это получается. Сушка не выстрелила, она не видела его через дым. Миномет продолжает теперь завешивать дымом, на всякий случай, ради прикрытия. Катюша зато теперь делает свой залп. Залп будет, скорее всего, весьма удачный. Да, попадание хорошее рядом с Киберлогеном, рядом с этими позициями. Но, тем не менее, уходит назад. Транспорт сейчас, это ему как бы повезло. Но мы потеряли один расчет. Точки теперь две перехвачены. Здесь бронеавтомобиль противника пытается как-то сейчас напасть на Штурмтигра. Это не получается. И просто Пантера делает еще один залп. Да, вот этот залп уничтожает. Штурмтигра подъехал опасно. Очень близко подъехал. Будет готовиться к залпу. Куда будет стрелять, пока непонятно. Скорее всего, по вот этому скоплению. Сейчас пойдет его снаряд. И действительно, вот он вылетает. И попадание прямо по БТР. У всех контузило. Очень большие потери пошли. Теперь выстрелы из Пантеры. Гранаты. Панцер-фузелеры пытаются начать наступление. А здесь начинается просто катастрофический обстрел. Но Каблеваген прячется за стенку. Он в безопасности. У Пантеры проблемы. Потому что здесь есть и Комет, и Сушка. Пантера уходит назад. Пантера сильно подбита. Нужно прятаться. Но Комет двигается прямо за ней. Сушка тоже повреждена. У нее нет двигателя. Здесь есть какие-то у нас фольксградеры. Но Пантера уже вряд ли переживет эту ситуацию. Она уходит под штаб. Но здесь миномет мешает ей проехать мимо. И Комет делает свой залп. Сейчас уничтожает Пантеру. Пантера. Два ветеранства. Она даже получила борты. Но это не спасает. Последний залп по Комету. И Пантера взрывается. На этом фланге мы прорвались полностью. Панцер-фузелеры еще держатся. Панцер-фузелеры расстреливают санитаров. Вопреки Женевской конвенции. И в общем-то очень жестоко происходит. Штурмтигр готов к каким-то залпам. То есть у Штурмтигр, к сожалению, только пулемет остался. Снаряд не готов. По нему стреляет зато Комет. Комет еле-еле пытается эхать с побитым двигателем. Главный злодей этого матча. Транспорт еще живой. Идея тюбистрии звезды. Двигается, двигается. Комет очень поврежден. Нужно стоять. Кидает этот фузелер гранату в него. Ну и сразу же погибает от ответной гранаты. Потому что уже нет. Не получается спастись. И фузелеры двигаются вперед. Двигаются в форс-генео. Фузелеры заряжают фаус-паттерн. Фаус-паттерн заходит и Комет уничтожен. Нам только что удалось прорвать этот фронт. И мы крадем. Оба лэнд-метриса сейчас тянут. Наши фузелеры и гренадеры. Эти орудия. Да. Вместе даже с британским трупом. Который все еще цепляется за свою любимую пушку. Но мы одержали победу на правом фланге. И с этого момента начинается уже перелом в этом матче. Кибельваген захватил в это время точку. У него 5 звезд. Максимальный уровень опыта на этом фланге. У нас, правда, потери большие. И вынуждение вызвать сейчас Як-Панцер. Потому что ситуация крайне тяжелая. То есть Пантера у меня погибла. Панцер погиб. Но есть еще Як-Панцер. На всякий случай охотник на вражескую технику. Центр. Никем не занят на центре. При этом погиб вражеский ИС-2 в момент этого экшена на правом фланге. Да. Здесь его расстрелял вот этот вот расчет орудия. Как раз таки. Да. То есть он по нему сделал несколько залпов. Вот. И, собственно, ПАК-43 позволяет вместе с этим штабом отлично прикрывать позицию от любого наступления вражеской техники. На левом фланге противники даже не пытаются прорваться по какой-то причине. То есть у них есть техника, но они не рискуют. Они думают, может быть, что там заминировано. Ну или же они просто сосредоточены на центре. Все-таки 16 очков. Они думают уже, что ресурсы, наверное, такую большую роль не играют. Правый фланг полностью потерял все силы. У советского командования остается всего лишь Катюша. Да, Катюша при этом настоящий MVP этого матча. Этот водитель Катюши просто сделал больше для победы, чем все остальные силы. Зеленого, да, у него 29 убийств. Это Катюша при этом. Две единицы техники было уничтожено. Ею. Да, я не знаю, какая вторая, но точно знаю, что мой панцирь погиб от нее. И, соответственно, это дико важно. Она еще есть. Она может стрелять. Сушка готова. Но у британца остается при этом у березового британца только комит. Сейчас у него, конечно, есть возможность вызвать командусов, на самом деле. Если он захочет, конечно. Или другой пехот, он пока не знает, что делать. Он советует со своим напарником имя, которого я прочитать, к сожалению, ввиду своей лингвистической слабости не могу. Но, тем не менее, то есть они, видимо, планируют какое-то там распределение сил. И теперь наши ленд-метресы. Точнее, это, кажется, были вражеские ленд-метресы, которые накрыли эту позицию. Ну, вот подкатываются уже и наши украденные ленд-метресы, которые будут готовы делать контр-залпы сейчас, да, либо зажигательными боеприпасами, либо обычными. Уж не знаю, какие выберет. Сейчас оранжевый. Посмотрим. Здесь есть одна пантера. Пытается она немножко откидывать назад противника. На этом фланге есть уже ягд-панцир. И четыре, четыре, обратите внимание, пулеметных расчета. Ни один солдат сюда подойти не сможет. Ну, только если не додумается обойти как-то сзади до столового фланга. Здесь панцир-фузелер отстреливается на этой позиции. У них хорошая ситуация. Они кидают гранаты. Они не дают подойти противнику. Если противники хотя бы на минуту захватят хотя бы одну точку справа или в центре, они окажутся победителями в этом матче. И наша задача им помешать, соответственно, и как-то просто всеми силами, даже уже теряя юнитов, защищать эту точку и не дать ни в коем случае противнику прорваться на центр или на правый фланг. Ни о каком котор-наступлении речи пока быть не может, потому что главное не терять шестачки. Здесь готова сушка, здесь готова пехота. Катюша также передвигается на этот фланг. И зеленый, в общем-то, вместе с бирюзовым, они все, вся команда противника решает, что, наверное, логично сосредоточиться именно на центре. Правый фланг уже, ладно, фиг с ним. Но, кажется, нужно скоорентировать удар и просто пробить позицию здесь. Да, это вот их выбор. Ягдпанцер прикрывает сейчас на всякий случай от Комета. Пулемет мой расположился здесь вместе с МГ-42 союзника, да, и здесь удается спокойно уничтожить отряд пехоты. Но Катюша делает свой залп. Катюша, про который мы уже говорили, залп у нее пошел сейчас хорошо. Она уничтожает один пулеметный расчет, да, сейчас. И это весьма-весьма эффективный залп. Пак-40 тоже, скорее всего, может быть потерян здесь. Вполне вероятно, да, но нет. Пантера движется пока что здесь на битву с Кометом и с Сушкой. Отступает назад, потому что это слишком опасно. Здесь какой-то Ягдпанцер сильно в себя поверил. Он куда-то пытается, знаете, сейчас отойти тоже, вступить в эту перестрелку. Вот, но тут, к счастью, есть для нас Пупхин, есть Пупхин. Есть еще хорошая позиция, да, вот здесь на всякий случай с пулеметами, которые могут подавить любую пехоту, которая захочет прикрывать вражескую технику. Поэтому здесь проблем не возникает. Продолжается обстрел теперь еще с Ленд Метриса. У нас также есть мой Ленд Метрис, который готовится делать залпы на этом фланге. Поэтому у нас будет постоянный контур-обстрел артиллерии, да, поэтому здесь уже противником не будет. Слишком просто Кюбер-Ваген едет куда-то поближе. Кюбер-Ваген едет на разведку сейчас сюда. Да, он целится куда-то на эти позиции командующие. По нему целится Сушка. Сушка промахивается. Кюбер-Ваген стоит здесь, однако. Это очень опасная операция. Ему нужно наступать назад. Он увидел противника, по нему попадает Сушка. Нужно уходить назад. И попадание проходит с миномета. И герой войны погибает вот так вот здесь. Из одного выстрела артиллерии. К сожалению, пятизвездочник Кюбер-Ваген положил жизнь за победу. Но он не узнает, закончится ли этот матч победы. Да, потому что союзники очень храбрые. Советские воины захватывают точку в очередной раз. Именно советская сторона тут делает очень много на центре. Но этого пока не хватает. Пошел залп из нашего ленд-метриса. И Штурм-Тигр подвигается тоже поближе сюда. Уже практически на месте. И за счет ленд-метриса нам удается немножко на время откинуть хотя бы расчеты орудий противников. Штурм-Тигр целится. Пока нельзя залп еще сюда стреляет. Также сейчас Вурфрам. Правда, больше по своим, скорее всего, Пантера толком не может найти цели. По ней попадания прошли очень даже хорошие. Нужно уходить назад. Штурм-Тигр тоже нервничает. Подходит сейчас еще Ягд-Панцирь. Ягд-Панцирь будет прикрывать. Но, скорее, пока он только мешает этому Штурм-Тигру двигаться. Пехота с Советов двигается сюда. Зеленый пытается пробоваться. Правда, Ягд-Панцирь начинает тупить. На этом флаге вырывается Комет. Комет уничтожает пулеметный расчет. Походится еще на всякий случай. И орудие, да. Но это опасная операция. Может закончиться очень плохо. Стреляет сейчас сюда, конечно же, Ягд-Панцир. Поэтому Комет у Комет сильно подбит. У британца при этом войск практически нет. То есть это его один из последних танков. У него, конечно, заказан еще один. Но, тем не менее, потеря этого танка будет очень существенной. Целится сейчас орудие, по-моему, Ягд-Панциру Оствинд. И Штурм-Тигра тут пытаются их тоже как-то прикрыть. Оствинд там где-то сзади был, да. Но в итоге Ягд-Панцир справится и в одиночку. Комет уничтожен. Пулеметы позицию держат на центре. Зато в этот момент пытаются союзники наступить. ИС-2 подходит на позицию. Но был потерян при этом только что от Элефанта. Да, мы его не заметили. Но он уже давно стоит здесь. И настреливает по позиции на противника. ИС-2 получает залп от Элефанта. И здесь есть, конечно же, этот ПАК-43. ПАК-43 достигает вот этой территории. Его радиус, да. И, соответственно, он легко, абсолютно легко сдерживает наступление любой вражеской техники. Поэтому противникам надо думать про какие-то операции с дымом, с пехотой и что-то подобное. 16 очков. У противников 400. На этом фланге у нас подходят Океанские Пантеры от Красного. У Красного, обратите внимание, два орудия. Куча саперов. Три отряда саперов. И очень много артиллерии. Он, по сути, у нас генерал артиллерии и обороны. То есть, такой пожарный был один генералиссимус, точнее, верховнокомандующий, маршалл, не знаю, фельдмаршалл, модель, да, у Рейха, которого называли пожарным. Потому что он затыкал все проблемные места фронта на Западном фронте в 1944 году. Ну, конечно же, это никак на исход войны, к счастью, не повлияло. Вот. И здесь именно эту роль выполняет Красный. Начинается обстрел сейчас с этой артиллерии. Да, с пансерверфером. Очень хороший выстрел. Пехота, правда, успела отбить точку, но точка нейтральная. Она не пришла под контроль противникам. А так, ситуация страшная. Мы немножко здесь отошли. Вся техника у нас на ремонте. У меня появляется уже первый Тигр сейчас. И Мурзик готов двигаться к наступлению, да, то есть может перегруппироваться, помочь этим оберсолдатам. Здесь Комет и Файрфлай не дают отбить топливо. Но, тем не менее, мы уже претендуем и на топливо. У нас доход по топливу уже стал выше. Это очень существенно и важно. Здесь, однако, приходит еще один Комет. Комет уничтожает пулеметные расчеты. У него это получается весьма эффективно. Да, один точно уничтожает. Здесь, однако, Як-Панцирь по нему целится. Не пробивает, однако. Да, но вместе с Тигром уже можно и более уверенно действовать. У меня уже ничего не остается, кроме двух танков. И буквально вот этого Ленд Метрица, который мы сперли. Мы, кстати, сперли один Ленд Метриц. Комет пытается выдвинуться сюда сейчас подальше. У него это не получается. Потому что есть, на самом деле, Як-Панцир, который готов помочь здесь. Як-Панцир, при этом, предусмотрительно уничтожает расчеты орудий противника. На этой фланге снова пошел обстрел с Панцир-Верфера. Панцир-Верфер стреляет каждый раз только тогда, когда видит угрозу со стороны противника, когда враг пытается захватить точку. Катюша, правда, делает свои ответные залпы по пулеметному расчету моему, но он просто уходит назад. Зато ближе подходит сейчас Освинд, на всякий случай, и Пантера, которая также готова держать противника на этой территории. Надо даже делать несколько холостых залпов сюда, да, то есть просто так, точнее, проверяет. Вот, при этом готовы уже вылеты против техники. Эллифон делает залпы свои, подходит сейчас сюда саперы с огнеметами противника, но Освинд целится. Есть даже какой-то там миномет сзади, да, миномет, даже не вижу, где он там стреляет, но он стреляет, это видно. И в итоге еще два отряда саперов погибают просто так. Здесь транспортник. Кюбрюваген погиб первый, да. Ну, еще остался коварный универсальный транспорт, который до сих пор живет, который остался один после поражения британца, но именно он, конечно, сейчас будет сопротивляться на этом фронте. Здесь начинается наше наступление. Тигр, Освинд и Як-Пантер выезжают на битву сейчас с ИС-2. ИС-2 при этом без апгрейда на орудие, обратите внимание, да, и противники сейчас имеют большие трудности на этой линии фронта. Им очень тяжело как-то от нас отбиваться. Сейчас ИС-2 сильно побит, но еще пытается как-то прикрывать сзади. У него это особо не получается. Тигр немножечко продвигает все это дело вперед сейчас. При этом Элефант прикрывает сзади своими залпами, и расшит пулемета был потерян. На этом фланге топливо сейчас вот-вот перейдет все-таки под наш контроль. У противников остается действительно мало сил сейчас для хорошего сопротивления. Какие-то еще арт-удары помогают нам все время. Два Як-Пантера выдвигаются с этого фланга сейчас, и мы уже готовы начинать контрнаступление, какую-то атаку на позиции противника. Но нужно быть очень осторожным, потому что если потеряем точку, я уже говорил, в любой момент может наступить поражение. Этого бы, конечно, сильно не хотелось. Проходит тут ремонт нашей техники. Снова какие-то пытаются новобранцы просто в наглую захватить точку. Ну, естественно, это плохая идея. На самом деле, вы могли уже понять, да, и Лэд Мэтрис начинает целиться. Целиться он при этом во вражеский Лэд Мэтрис, да, чтобы разменяться с ним, чтобы уничтожить вражеский расчет орудия. Пока что, конечно, получается хреново, потому что у Лэд Мэтриса разброс очень большой, и поэтому залпы вот только сейчас начинают попадать, две ракеты уже вошли. Нерасчет орудия противника вот-вот будет потерян. Остается там буквально один человек, да, расчет орудия был потерян. Вот, и, может быть, даже удастся подбить этот ЗСУ. ЗСУ все-таки ушел назад, не повезло больше. Здесь Панцерверфер делает шикарный выстрел по позициям противника, и наша артиллерия побеждает сейчас, соответственно, вражескому командованию. Нужно что-то срочно придумать. Командовцы попытались ворваться, уничтожить нашу артиллерию с тыла. Не получилось. И еще один залп с Элефанта. Элефант попадает под зажигательные снаряды, но он не горит. Слонник боится только мышей, а не огня, да. И, в общем-то, сейчас будет еще один залп, наверное. Да, залп проходит по сушке. Вылетает с красивым таким гопаком сейчас пилот и погибает, к сожалению. Но для союзников это действительно плохая новость, потому что нужно как-то контратаковать. Союзники решают напасть здесь, на одну Пантеру, которая в одиночестве пытается защищаться. Здесь уже есть ребята с панцир-шреками. Да, и, в общем-то, Пантера уходит живой. Чудо. Ну, повезло. Катюша делает залп сюда. Залп Катюши весьма неплохой. Даже попадает по технике, по Оствинду в том числе. И попадание носит такой существенный урон по этому Оствинду. Ему будут защищать, на самом деле, двигаться. А то будет все очень плохо. У него есть приоритет при этом на ПВО. Да. Пошли выстрелы сейчас из Бурфраменов. Уничтожат по-любому пуль... Нет, пулемет расчет не уничтожили, но попадание было существенное. Враги имеют 363 очка. То есть, по-прежнему у них большое преимущество. Но уже не хватает пушек, уже не хватает танков. Это становится все более заметно и заметно. У нас практически полный лимит сейчас, да, не считая нашего права фланга, на котором борьба была более ожесточенная. Но даже у нас сейчас уже 83 лимита и 99 у моего союзника. То есть, только у меня, на самом деле, еще не хватает немножко юнитов. Но у меня стоит есть Тигр. Тигр весьма эффективен в лобовых столкновениях. А Ягдпанцер может помочь против техники. И даже уже есть одна Пантера, которая двигается сзади. На этом фланге двигается Транспортник. Действительно, заминированная эта точка, на всякий случай. Но, видимо, Транспорт проверяет ситуацию. Здесь Пупхен. Пупхен по нему не целится, но Пантера делает залп. И Транспортник тоже погибает. Такой вот, достаточно нелепой смертью. Случайным образом, абсолютно. Как и Кюбельваген. И на этом его история заканчивается. В этого противостояния. Да, здесь Сушка стреляет меткой по Пантере. Но склад Бейбри Басфор, или склад Топлива, не успел даже посмотреть, что там было. Был уничтожен. Уходит назад Пантера сейчас. Но Ягдпанцер делает метки выстрела по вражеской Сушке. И, соответственно, размен. Очень хороший Пантера. Уворачивается за контейнером. Нужно отойти, наверное, и до Остына, и до Тигра прикрывает от пехоты. Элефант на позиции. Ягдпанцы получают залп. Ну, дымовая завеса вместе с дымовым самолетом падают сюда. Да, потому что, видимо, сбила какая-то ПВО сейчас. Ну, в итоге танки противников уходят немножко назад. Они понимают, что здесь шансов нет. Зажигательные боеприпасы скидываются. Горят саперы, горят пулеметчики. Пытаются они сейчас, как йоги на углях, убежать с этим пулеметом. Да, и не растеряться. Ситуация немножко неприятна. Но на этом фланге ягдпанцеры просто в наглую вырываются в вражеские танки. Здесь много танков противника. Ягдпанцеры должны быть осторожны. Но хотя бы одного комета они все-таки заберут. Попадание из ракет фаерфлая не проходит. Да, то есть абсолютно мимо. На этом флаге начинает двигаться британцы. Они преследуют на Пантеру. Пантера уходит назад. Пантере нужно спасаться. Нужно давать назад. Одна Пантера так уже погибла. Попадание в упор проходит, но не пробивает броню. Пантера расступает все дальше. Теперь ее уже не догнать. Она будет целиться в ответный залп. И попадание проходит. Но броня отскакивает. Снаряд рикошет. Здесь появляется теперь зато Тигр. Ягдпанцер. И вся банда заходит сзади в этих коментов. Это была большая ошибка британцев. Он теряет два своих танка при попытке догнать Пантеру. И полностью лишается своего преимущества. Не преимущества, а хотя бы паритета по технике. Да, у него было два очень хороших танка. Ягдпанцер получает, соответственно, сейчас бортовые панели, да, для дополнительной защиты, как и Пантера. Он Пантера продает. Пока нет, но будет. Ягдпанцер теперь намного лучше защищен. Его продам теперь отремонтировать. Тигр двигается вперед в поисках Су-85. Но решает немножко все-таки замедлиться. Здесь враг саперами захватывает точку. И мы уже начинаем перехватывать даже позиции слева. Наконец-таки мы смогли прорвать левый фланг. Здесь двигается Оствинд. Оствинд прогоняет союзников с центра. Какие-то новобранцы тут действуют непонятные, да, тоже. Они не получаются как-то инфонт атаковать, отбить топливо. Они просто погибают от этого Оствинда. Да, или все-таки нет, спасается один боец. Буквально остается у противников только ИС-2. Только сейчас Сушка, да. И вот группа большая техники британцев на левом фланге. Но при этом ресурсов очень мало. То есть доход топлива 28. Доход для пресса еще, правда, приличный 42. Но, тем не менее, все равно ситуация ухудшается очень сильно. Авиацкая-то постоянно падает. Но у нас уже готова техника для наступления. Здесь делает шикарный просто выстрел. Сейчас штурм Тигр прямо по ИС-2. И ИС-2 лишается всей команды механиков, которые его ремонтировали. Да, и он должен уходить назад сейчас срочно на ремонт. Он пытается это сделать. Но, похоже, какая-то авиация уже летит за ним. Похоже, да. И Пантера двигается тоже в эту сторону. Пантера будет целиться. Пантера делает залп. Залп проходит плохо. Но авиация должна сейчас помогать своим обстрелам. Пантера, однако, очень сильно рискует своей жизнью. Сейчас целится в этот ИС-2. И целится даже не в ИС-2. Он целится в Сушку сейчас у Пантеры. Второй ветеран должен сейчас попасть, наверное, по Сушке. Да, но залпы по Пантере очень серьезные. Но Тигр подъезжает отсюда. Тигр целится в ИС-2. И Пантера делает еще один залп. Или это был Ягдпанцер. И ИС-2 уничтожен. Врываются саперы также вперед. Саперы тут прорвутся без особых проблем сейчас. Да, Пантера ушла назад. Зис пытается спастись как-то от саперов. Там сзади и Элифант. Элифант чуть буквально не упал с моста. И Сушка по нему открывает огонь. Ягдпанцер на позиции. Орудие уничтожены. Начинается прорыв здесь. В то же время Пантера действует также агрессивно против Комета. Кто победит Пантера или Комет пока непонятно. Но это не важно. Потому что здесь уже начинается главный прорыв. Ягдпанцер и Тигр целятся. Да, и уничтожают еще одну Сушку сейчас. Три звезды у нас уже красные. И мы совершенно точно доминируем на этом фланге. Начинается наше движение. У противников остается еще три танка. И в общем-то практически никакой пехоты. Вот у Зеленого Света по-прежнему еще жива его ветеранская Катюша. У Катюши 57 убийств. Это герой этого матча. Но ее одной не хватило уже очевидно. Файрфлай тут сопротивляется еще. Да, но подходит Ягдпанцер. Оранжево. Оранжево в целом техника с большим упором на осадные технологии. Да, и на пробитие вражеской техники тоже в том числе. Тигр врывается поближе. Здесь, конечно, Ягдпанцер уходит назад. Но попадание по Файрфлай заходит великолепно. Уничтожается еще и Кентавр. И остается только Комет здесь. Есть, однако, отряд с гранатами. Гранаты входят, двигатель поврежден. Ребята будут садить своих гранатометов. Но Комет очень находится в опасности. По нему садится Ягдпанцер, делает залп и уничтожен. Остается только отряд пехоты, который сейчас сопротивляется. Кидает свои гранаты в Тигра. Но, к сожалению, для них, для этих британцев, это, конечно, уже конец. Потому что Тигр просто сделает один свой залп. Попадание не проходит по Тигру. Тигр палит с пулеметов, уничтожает отряд пехоты. И на этом для британцев наступает конец. У них остается небольшая группа пехоты. Такая группа войск, да, то есть еще надежда на какую-то технику в будущем. У Зеленого при этом еще остаются две сушки сейчас, да. То есть у него еще есть Катюша, как я уже говорил. Самая главная его особенность, его ветеранская Катюша. Но этого всего очень мало. Давайте немножко ускорим время, потому что уже хочется посмотреть финал. Пытается в последний раз прорваться противник. Это все силы Зеленого. Это последняя надежда, на самом деле, вражеской команды. Потому что здесь уже штурм Тигр орудует. Его, правда, повредили. Сейчас он будет отступать назад куда-то, да. То есть, возможно, ему нужно прикрыть Сан Мэтресом. Потому что сзади за ним двигается уже орудие. Авиация там бомбит, так или иначе. Поэтому там все хорошо. Здесь последняя попытка захватить точку. Захватить одну точку, но это не получается. Здесь просто находится расчет пулемета. Да, Катюша делает свой залп. Зато замедление мы на это красиво можем посмотреть. Залп действительно проходит очень хорошо. И уничтожает, возможно, даже расчет орудия. Ко-нибудь здесь, да, должен, по идее, попасть. Да, один пулемет уничтожен. Правда, еще один пулемет остался в порядке. МГ-34 здесь отстреливается. Но вырывается сейчас, конечно же, ЗСУ. Будет подавлять все это дело огнем. Но тут есть Пупхин. Тут есть один Пупхин, который с ней справится без проблем. Да, Назинка тут не спасет ситуацию. Командосы тоже ждут своего часа. Они прямо-таки выжидают в кустах. Подъезжают сюда еще на всякий случай. Т-34 подъезжают все сушки. Это последняя надежда сейчас зеленого команды еще как-то перевернуть в ход сражения. Последняя, действительно, попытка. Уничтожается ЗСУ. Но здесь уже Тэшка пытается подраться и с Пупхином. Командосы подходят все ближе и ближе. Они захватывают точку под своим невидимостью, так сказать. Бункер уничтожит. Слезет на позицию пока удается прорвать. Но Пантеры вот уже въезжают с другого фланга. Две Пантеры против одной Тэшки. И Пупхина шансов мало. Сзади пошел обстрел сейчас с Пантер... Не Пантер Рузеллеров, а с Пупхина и с Форс Глиандеров, которые мы готовы кидать свои Фоспаттеры. Он здесь пытается слиться сушки в одного апокалипсиса. У них это не получается. Технологий таких тут еще нет. Командосы уходят назад. И Пантеры преследуют вражескую технику сейчас. Пантеры активно наступают на противника. Делают свои залпы. Да, и Сушки уничтожены одновременно практически. Одновременно залпами Як-Пантера и Пантера. И последняя техника была потеряна. Катюша Горда. 62 убийства уходит назад. Но она уже пригодится в следующей битве. Потому что здесь, конечно, уже поражение верхней команды абсолютно очевидно. У них меньше 100 очков. Естественно, у них уже нет техники. И логично, что вражеская команда решает уже просто в этот момент признать свое поражение. Да, то есть они просто все сдаются, потому что уже не остается никаких сил. То есть, да, у них есть какая-то еще Катюша. Там буквально 1-2 танка. Но ни пехота опытной, ни опытной артиллерии, ни опытных танков. По сути, ничего практически нет. В то время, когда есть элефанты, тигры, пантеры и все остальное. Да, и еще какая-то опытная пехота. Вот так вот заканчивается этот матч. Нам удалось сделать камбэк с 16 очков. Это было, конечно, просто чудо. В таких ситуациях очень тяжело играть в плане нервов. Да, потому что вы... У вас буквально руки дрожат, как только вы слышите объявление о захвате каждой точки. Но вот нашей команде удалось собраться просто из катастрофического поражения. Из катастрофического старта. И все-таки как-то взять игру в свои руки в конце. Потери были огромные. Надо сказать, что вражеская команда действительно была хороша. То есть и, в принципе, особенно синий и зеленый, которые выигрывали свои позиции. Да, то есть у нашей команды, в принципе, то же самое. Больше всего убил я. Но все игроки действовали очень грамотно. Даже красный, да, вроде как у него мало урона, мало убийств. Но именно он делал большие фортификационные позиции с пак 43, которые пробивали тяжелую технику противника. И именно он бомбил врага постоянными залпами в Руфраму. На этом, друзья, сегодня все. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Желаю вам всего хорошего и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok